Новая жизнь в этом доме начинается с приходом в Нижнюю Ермоловку голубого топлива. Когда-то эта семья отапливала жилье дровами, потом электрическими обогревателями, но по сравнению с природным газом это было очень неэкономично. Мы те зимы включали обогреватели, у нас же там вода в отопительной системе, теплые полы, поэтому, чтобы не размёрз, мы включали отопительные вот эти приборы. А сейчас будет газ, мы будем даже зимой что-то делать, до ума доводить наше поместье, поэтому, да, будет очень хорошо. А всё благодаря введению в Нижней Ермоловке в эксплуатацию распределительных газопроводов. Мы вот сейчас, ну, как говорится, на десятом небе, то, что действительно газ пришёл и к наш дом. Участок Виктора Черепкова расположен в окружении зелени. С него открываются потрясающие виды. Дом небольшой, но уютный. А чтобы сохранить этот уют, нужно тепло. Для этого раньше требовались дрова, но топить ими трудоёмко и тяжело в силу возраста хозяина. Дом, ремянка, всё топилось на дровах. Для меня дрова, конечно, уже тяжеловата в лесу. Вот это с приходом газа в наше село, это намного улучшит жизнь. Поэтому пуск газовой Ермоловки действительно долгожданный. На сегодняшний день работы по установке газового оборудования здесь в самом разгаре. Подсоединение к основной магистрали, ну, основная магистраль, выходит на улицу, где будет подсоединение, уже разводка идти по дому. И всё, вот этот участок остался у меня. А так всё. Ну, я думаю, ребята за три дня управятся, сделают. Уже начали делать, значит, сделают. С самого старта программы дегазификации мы начали получать заявки от жителей села Нижняя Ермоловка. И их исполнение требовало строительства распределительных газопроводов. Здесь очень сложный был реализован проект по строительству газовых сетей. Он реализовывался в стеснённых условиях. Здесь преимущественно скальные грунты, что усложняло реализацию проекта. Но, тем не менее, два с половиной километра газопровода построены на сегодняшний день, введены в эксплуатацию, и к ним начато подключение домовладений. Ещё полтора километра будут достроены до конца года и также будут использоваться для обеспечения технической возможности подключения домовладений. Дегазификация в Нижней Ермоловке идёт полным ходом. В общей сложности к газу подключат 190 домов. На сегодняшний день принято свыше 80 заявок. Почти все переведены в договоры, часть из которых исполнена, благодаря чему первые абоненты уже пользуются голубым топливом. Элина Остежева, Мурат Кемрюгов, Архивис 24. Мурат Кемрюгов, Архивис 24.